мы с вами друзья санта-круз надо сказать почти у самого бережка вот если так вот через это цвет лужок перейти вот то что впереди там уже океан то есть как бы очень такое место близкое к водичке вот мы смотрим на этот дом технически он как бы называется дуплексом то есть там как бы официально разделено на 2 юнита рядом с ним что-то такое там написано что это школа то есть может быть не самое лучшее соседство но как бы здесь вот по океану все измеряется насколько близко насколько удобно к океану пошли посмотрим что там мы проходим мимо гаража заходим сюда и стоит домик 2 миллиона они за него хотят здесь сделан то что называется ремадеринг то есть они так его обновили хорошо вот это первый этаж и технически лесенка который ведет направо ведет в один юнит там наверху хозяева живут а вот то что мы здесь видим это как бы такой общий бредбанник его там открытая дверь который является дверь него 2 юнит они 2 июня отстают за 3000 в месяц вот тут у нас спаленка вы видите такая она не безумно большая хорошая такая спаленка говорят что это он принадлежит к верхнему юниту не к нижнему а вот нижний если вы вошли в вот начинается то что сдается за 3000 кухонька они так более-менее достаточно много там некоторая жизнь на улице нельзя сказать что у них как-то безумно много земли такого сказать нельзя но есть давайте поглядим что у нас тут тут у нас ванна хорошо тут даже знаете пахнет приятно вот не всюду не в любом доме хорошие запахи приятного здесь есть здесь мило так тут что у нас ага ну тут бельишко у людей отбить тут же живут прям так вот тоже мне очень нравится этот пол знаете он светлый и очень симпатичный пол так вот у них такая как бы family room зато с телевизором там хороший бог in closet боже и вот это сдается за 3000 ничего себе так пошли на улицу ничего себе идем дальше да идея заход захода в дом состоит в том что вот те кто живут внизу с улицы вот сюда проходят вот сюда они идут вот оттуда с улицы пришли и вот к себе вот тут вот и зашли то есть они не ходят через тот общий вход да ну друзья вы видите что стоит 2 миллиона я не знаю за сколько они продадут в санта-круз нет такого безумия на рынке недвижимости как мы наблюдаем в кремниевой долине которая отсюда всего там ну скажем от этого дома где мы сейчас до нашего дома все не были 45 минут езды на машине если трафика нет вот так можно сдавать на недельной основе здесь требуется лицензия для того чтобы сдавать недвижимость там на выходные там и так далее вот у этого у этого хозяйства есть все лицензии можно сдавать на выходные гараж очень миленький на две машинки пока хлам вот как во всяком гараже здесь интересная фишка есть они продавая дом все картинки которые там у них были за за несколько поколений семьи вот они все свои картинки в гараж стащили пленочки такой накрыли с тем чтобы но во-первых никто не глазел лишнего во-вторых чтобы не запылилась вот видите как она тут интересно мы движемся по лесенке на второй этаж миленько очень миленько пошли налево тут очень много вот этой встроенной мебели они говорят что ремодеринг сделали в 2007 году вот мы выходим на балкончик вот какой у нас балкончик очаровательный но тут всюду балкончики у людей это как бы местная фишка такая тем более если ты сдаешь и люди хотят собраться компаний быть на природе на свежем воздухе он там океан вот вы видите тут уж совсем рядышком и даже вот сюда между домами может быть еще лучше видно вот сюда буквально тут две минуты максимум мы возвращаемся с балкончик и тут у нас очень внушительный бедрум очень симпатичный ну вот слушайте это нарисовано мило очень мило такое не часто не часто увидишь это ваш покорный слуга известный в народе как голос силиконовой долины так вам скажут силиконовую долину знаешь вы скажете долина может не так знаю а голос ее приходит ко мне во снах некоторые говорят что я им снюсь уже женщины вот мужчины такого не говорят от женщин приходится слышать да так что вот движемся дальше возвращаемся за балкончик давайте дверь закрыл ее открыл ну пошли вот есть лица справа мы отсюда поднимались туалетик я бы сказал такой аскетичный чтобы так просто нужду справить и бегом отсюда пианино хорошо ну тут такая громадная комната open space с одной стороны здесь кухня хорошо для большой партии смотри что творится это что это бетонная штука я думала керамическая а это бетон в общем здоровенная здоровенная вообще вот это светлое дерево я говорю что береза вроде бы сосна я вам скажу сейчас можно под любое дерево покрасить вот то что мы видим тут на потолке это называется кассидрал кафедральный кассидрал силинг так и тут я так понимаю что ты еще какой-то балкончик на другую сторону от дома выходит да вот так балкончик вот он балкончик вот он балкончик ну да это к соседям туда назад тоже здесь можно выпить закусить посмотреть там что растет на грядках у соседей да вот это школьный двор я думаю там шумновато тенька может быть из когда детки высыпается во все эти комплексы спортивные да вот он вот он океанчик так вот он родной вот хорошо ну и вот тут рядом с пианинкой значит у нас даже это трудно как-то в комнате назвать небольшая такая комнатка вот шириной с диванчик и длиной может быть в полтора диванчика но с камином в общем трудно сказать какое назначение этого всего но она есть и я хочу сказать что когда что-то есть это всегда лучше чем когда его нет в общем то а вот еще тут у нас один туалетик это из мастер-беда мы вот у нас туалетик такой как бы навороченный я бы сказал вы видите там не просто так туалетик вот и тут две раковины ванная душ ну в общем так все мило все мило и агентка говорит они так хотят продать они готовы даже уступить вот и когда я спросил сколько будет есть дома кстати на год но ты стени не делить по частям а сразу весь вот сдать целиком то где-нибудь тысяч семь ведь есть много людей которые в состоянии не хотели бы столько заплатить то есть не все снимают там на два дня или там на неделю есть масса народа которые снимают на несколько месяцев на полгода просто нам на продолжительный промежуток времени тоже